Добрый день, уважаемые пациенты! Меня зовут Ленкин Сергей Геннадьевич, я врач-венеролог-уролог, и сегодня мы поговорим об анализах ПЦР на ИППП или инфекции, передаваемой половым путем. В чем смысл ПЦР? Забирается любой материал – мазки, кровь, иногда моча, сперма и другие, и посылается в лабораторию. В лаборатории происходит следующее. В материале специальными методиками синтезируется или клонируется ДНК – это внутренняя структура, та, которая содержится в этом материале. Она копируется очень и очень много раз. Затем она сравнивается с различными эталонами тех или иных, как правило, половых инфекций. Если там есть участки, схожие с эталонами на 100%, ставят обнаружены. Нет таких участков – ставят не обнаружены. Чувствительность и специфичность ПЦР-анализа – 99-100%, что делает его незаменимым в диагностике половых инфекций. Какие же анализы на ПЦР инфекции, передаваемой половым путем, делают? Во-первых, чаще всего врачи-венерологи берут мазочки вот таким зондиком, берут мазочки вот в такую пробирку. Это пробирка для ПЦР-анализа. Можно взять такие мазочки из уретры у мужчин, из влагалища у женщин, изо рта, из ануса, в ряде случаев даже из глаз. Кроме мазочков, на ПЦР-анализы на ИПВП можно взять также секрет простаты, сперму. Когда это делается? Есть простатит, подозревают простатит – берут секрет простаты на половые инфекции. Есть воспаление яичек, берут сперму на ИПВП. Вторым местом, где пытаются обнаружить ИПВП методом ПЦР-анализа, является кровь. Кровь берется из вены. Там берут несколько другие анализы на ПЦР, чем нежели в мазках, те, которые могут жить в крови. Какие? Это ПЦР-анализы на ВИЧ, на гепатиты В и С, цитомегаловирус и герпесы второго типа. Вот это основные анализы, которые можно взять ПЦР с венозной кровью. ПЦР-анализы высокочувствительны и поэтому высокоточны. Они гораздо быстрее становятся положительными, чем нежели антитела, что берут обычно в поликлиниках, например, на ВИЧ. Поэтому, если срок ранний, то ПЦР гораздо эффективнее в разы. Любой из анализов на ПЦР, как мазочка, так и крови, вы можете сдать в нашей клинике Платный КВД в Москве. У нас имеется самый широкий спектр ПЦР-анализов. А врач-венеролог, который назначает анализы ПЦР, уже решает, какие конкретно взять материалы. Либо это будет секрет простаты, либо мазок. Мазок откуда? Изо рта, из ануса. Иногда из двух локализаций, например, изо рта и из ануса, берут в одну пробирочку, дабы снизить цену. Поэтому это зависит от того, какой был контакт, сколько времени прошло. Поэтому, сдавая в лабораториях, точность теряется не только на качестве исполнения ПЦР, но и на том, что люди, врачи и медсестры забирают из разных мест. Медсестры забирают только из половых органов. А врач-венеролог, он спрашивает, какой же был контакт. Иногда из половых органов брать вообще не нужно. Нужно брать, например, на ЭПС горло. Поэтому при необходимости сдать любые ПЦР анализные ПВ, обращайтесь в нашу клинику платной КВД. Ждем вас. Спасибо за внимание.